Хаваровские полицейские вернули хозяйкам похищенные в ночном клубе шубы общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Все три кражи произошли в одно и то же время в заведении, популярном среди молодежи. Тем вечером ночной клуб праздновал свое четырехлетие, а гостей оказалось почти тысяча. В гардеробе случился коллапс. Номерков всем не хватало, на одном крючке висело по 5-6 шуб и пуховиков. Посетителям вещи возвращали фактически под честное слово. Эта раздача навеяла сразу трем девушкам одну и ту же мысль. Сделать меховое пополнение в своем гардеробе за чужой счет. Первой за помощью в полицию обратилась молодая горожанка, лишившаяся вещи стоимостью 50 тысяч рублей. Пошла день рождения Моджа. Когда мы уже собирались уходить оттуда, пошли в гардероб, сдали номерки. Мои подруги отдали вещи, а мне не отдали. Я полезла сама ее искать и не нашла. Все, я стала сидеть там. Мы вызвали полицию, проехали в отделение, написали заявление. Чтобы установить личность похитительницы, сотрудникам уголовного розыска пришлось посмотреть более 7 часов запись камер видеонаблюдения, установленных по всему клубу. Подозреваемой оказалась 22-летняя хабаровчанка. Так как по две вещи в одни руки не давали, ей пришлось оставить на месте преступления свой пуховик с паспортом в кармане. Несмотря на это, фигурантка пыталась оправдаться, но в итоге дала признательные показания. Вторая злоумышленница выбрала шубку чуть подороже, за 58 тысяч. К слову, этой девушке вообще не должно было быть в ночном клубе, ей только 17. Однако криминальный опыт у нее самый богатый. Она попадалась на кражах в торговых центрах. Что касается третьей злоумышленницы, 24-летней хабаровчанки, то у нее глаз был наметан. Меховое изделие она выбрала не простое, а чуть ли не золотое, за 300 тысяч рублей. Ранее все злоумышленницы знакомы между собой не были, и в ночной клуб они пришли в числе других отдыхающих. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вечеринка в тот вечер в клубе вообще не задалась. После того, как разошлись все клиенты, в гардеробе осталось около десятка единиц невостребованной верхней одежды. С места происшествия Виталина Кондрахина, Юлия Рябцева по материалам УМВД.